Всем привет! Вот и долгожданный апдейт по Шаду, который я давно обещал снять. Прошло полтора месяца, что я учусь в Шаде, я до сих пор не вылетел. Сегодня, как раз 1 ноября, был мид-терм, после которого какое-то количество человек вылетело, я остался, но остался с трудом, скажу честно, расскажу об этом поподробнее. У меня есть три курса. Первый алгоритм, второй теория вероятности и третий это С++. По всем этим курсам я держусь где-то середнячком в общем рейтинге, ну то есть где-то в первых 50 из 250 человек. Почему 250? Потому что есть 200 примерно поступивших и еще примерно 50 с прошлых лет вернувшихся из Академы людей. В общем, держусь неплохо, закрыл теорию вероятности, сегодня начнется линал, набрал минимальное количество баллов по С++, поэтому мид-терм прошел, по алгоритмам сдал два контеста, почти сдал задачу на ревью, как бы все круто. Более-менее. Я, конечно, не топ-студент далеко, но при этом и не ботом, среднячок, скажем так. Но при этом, чтобы быть середнячком, нужно потратить очень много сил. Я обещал рассказать, сколько же времени я трачу на шат. Так вот, оказалось, что я трачу где-то от 35 до 45 часов в неделю. Да, ребят? 35-45 часов в неделю. Я рассчитывал 30-40 и думал, что это и так достаточно много. В итоге не хватает, приходится тратить больше. И замечу, что не я такой один. На самом деле все столько тратят времени или даже больше. Я бы звонил на ребят, которые еще работают, например, где-то там сотрудники Яндекса, так им пришлось уйти в академический отпуск, потому что они тратили времени меньше, не смогли набрать задач нужное количество к определенному дедлайну и, ну, видимо, вернутся в следующем году, если решат вернуться вообще. Те, кто держатся вверху рейтинга, они, конечно, учатся в шаде фулл-тайм. То есть не тратят время больше ни на что, а чисто решают задачи, 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 коих здесь по разным предметам очень и очень много. И вопрос теперь, а почему же столько времени приходится тратить? Ну, ответ, я уже сказал, во-первых, много задач, во-вторых, сам подход в шаде такой, что дают сложные задачи, но не разжевывают решения. Тебе нужно разобраться самому, пойти прочитать книги, погуглить, посмотреть, с кем-то пообщаться, а еще лучше самому додумать все. И потом на основе вот этих всех дополнительных размышлений, которые базируются на поверхностных вещах, которые искали где-то на лекции или на семинаре, уже сдавать задачи. Конечно, чтобы додуматься до задачи, особенно если она сложная, нужно потратить много времени. Бывает, что везет и сдаешь задачу чуть-чуть быстро, вот придумал. Или встречал такую похожую задачу где-то раньше. Особенно везет людям, которые раньше занимались олимпиадным программированием много. Сдал. А если вдруг не придумал сходу и не знаешь, как решать, сиди и разбирайся, и можно потратить несколько дней на то, чтобы разобраться в одной единственной задаче. Поэтому подход, когда дают много задач сложных, которым самому нужно разбираться, он очень классный, потому что на нем действительно учишься. Я чувствую, как я стал гораздо лучше соображать и в алгоритмах, и в плюсах, и в теории вероятностей. Но при этом занимает очень много времени. Поэтому, если, ребята, вы планируете потом идти учиться в ШАД, например, в следующем году или в будущем, учтите, что идти работать и одновременно учиться в ШАДе очень и очень тяжело. Нужно планировать учиться в ШАДе фулл-тайм или почти фулл-тайм. За исключением каких-то еще небольших проектов, которые приходится делать. Мне здесь очень сильно помогает моя команда, которая вытягивает основную работу по флес. Мне же необходимо просто преподавать и организовать некоторые новые курсы, о которых чуть позже скажу. И я могу приоритизировать иногда работу, иногда ШАД. Если бы у меня не было такой гибкости, например, если бы я работал в том же консалтинге или даже в Яндексе, учиться в ШАДе было бы проблематично. Что мне помогает учиться в ШАДе? Что помогает мне немного оптимизировать время, которое я трачу? Помогают три вещи. Первое – это приоритизация, второе – это гугление, и третье – это люди. Приоритизация. В ШАДе мне приходится научиться тому, что не все я смогу сделать из того, что задали. Я привык в ГИМО или в школе или в разных университетах, где еще учился. Я могу сделать 100% заданий, я сделаю их хорошо, я буду молодец. Здесь не так. Здесь очень много заданий, приходится выбирать. Теперь я вижу, что вот я не готов потратить время, например, сегодня на написание теории по алгоритмам. Я не буду сдавать это задание в принципе. Лучше я напишу потом какой-нибудь контест и баллы доберу. Или я понимаю, что вот эта задача, мне про нее рассказали, на нее знакомые потратили 40 часов, чтобы заходить. Это единственная задача. 40 часов. Я понял, что у меня на этой неделе нет 40 часов, чтобы потратить на одну задачу. Но я ее пропустил, учитывая, что окей, мне придется эти баллы на чем-то другом набрать. Я набирал. И вот эта приоритизация мне сэкономила время несколько раз. Иначе бы мое среднее было не 35-45 часов в неделю, а гораздо, гораздо больше. Второй лайфхак – это поиск информации. Как я уже всегда люблю говорить, Google – главное оружие, консультант или вообще кого угодно. Ну, или Яндекс в данном случае. Очень много задач можно найти в интернете, на самом деле, если хорошо искать. Особенно, если ищешь на русском и на английском. По-разному пробуешь смотреть разные сайты. Активно изучаешь Stack Exchange, активно читаешь какие-нибудь научные статьи. И в итоге задача, решение найдется. По одной задаче мне пришлось прочитать научную статью, написать ее авторам, попросить прислать недополнительные материалы, они прислали их изучить. И на основе этого уже сдать. Да, зашло. Но времени, конечно, потребовало. Если бы я так не сделал, то я бы, может быть, задачу и не сдал в целом. Потому что вот я не мог придумать, как ее решать, а опыта олимпиадного программирования конкретно в этом направлении у меня не было. И третье, третий ключевой фактор, наверное, который помогает вообще справляться с задачами, вообще справляться со всем шадом, который на тебя наваливается, это люди. Люди действительно классные, но об этом много всего сказано. Я лишь добавлю, что люди очень умные, и с ними очень здорово что-то решать в команде и подходить к каким-то задачам, которые сам решить не можешь. В шаде, конечно, есть кодекс чести, который говорит о том, что нельзя списывать. Списывать, конечно, нельзя, и списывать это будет глупо, поскольку в шаде люди учатся не ради диплома, а ради знаний. Но при этом, если задача какая-то не получается, то огромный есть смысл в том, чтобы эту задачу обсудить вместе с другими ребятами, попробовать рассмотреть разные подходы, найти решение, а вместе решение находить гораздо легче, чем в одиночестве. И потом уже пойти, закодить ее себе спокойненько, самостоятельно и сдать. То же самое работает и с математическим задачам по теории вероятности. Гораздо эффективнее решать вместе, чем одному. Списывать не стоит, но думать вместе очень стоит. Вот эти три вещи, которые мне помогают оптимизировать время, безусловно, они не помогают мне оптимизировать, например, до 20 часов в неделю. Я не знаю, как это можно было бы сделать. Ну, не знаю, может быть, кто-то может, но я с такими людьми не знаком, и я ни разу не слышал о таких людях. Но, тем не менее, какая-то оптимизация получается. Последняя мысль, которую я хотел поделиться, это то, что учеба занимает очень много времени. И учиться – это определенная привилегия. Если вы можете позволить себе учиться – учитесь. Потому что в какой-то момент такая возможность уйдет. Сейчас, допустим, вы выучитесь в ВУЗе, и у вас нет необходимости работать, у вас еще нет семьи, у вас нету каких-то обязательств. Тратьте это время на учебу. Потому что потом, когда у вас появится работа, когда у вас появится семья, когда у вас появятся какие-то другие обязательства, приоритизировать учебу вы уже не сможете. Работать вы будете, никуда не денетесь. А учиться будет тяжело. Поэтому пока есть возможность, ребята, учитесь. Все, до связи. Счастливо. Продолжение следует.